Ранее я делал видео о системе защиты от протечек компании Нептун. Я показывал, что есть базовый модуль, есть модуль на 1 рейку и блок ПРОВИ. Сейчас более подробно я расскажу, как этот блок подключать и как им пользоваться. Сейчас я коротко напомню, что умеют блоки ПРОВИ. Питание от сети 12 или 220 вольт. Автономная работа от батареек до 30 суток в случае отключения электричества. Подключение до 6 экранов с дополнительным блоком питания с возможностью расширения их количества. Автоматическое закрытие и открытие кранов раз в месяц. Защита от закисания. 4 зоны контроля протечки. До 200 проводных датчиков с кранами или до 375 без кранов. Если вы решите подключить 375 датчиков, то в этом случае модуль будет использоваться как оповещатель. Можно использовать, например, в системах диспетчеризации больших объектов. Выход типа сухой контакт. Другими словами это реле нормально замкнутое и нормально разомкнутое. В случае обнаружения протечки с помощью этого реле можно либо выключить подающий насос, либо наоборот активировать дренажный насос. Индикация состояния шаровых кранов резервного питания. Открытие и закрытие кранов с панели управления. Удаленное управление модулем. Это значит, что вы можете поставить выключатель на выходе из своего дома и уходя из дома вы можете нажать на выключатель и краны перекроются. Либо подключить к этому блоку модуль GSM и управлять своей системой с помощью мобильного телефона. Если же вы выберете модуль PRO-V+, то в этом случае ко всем функциям, которые я только что перечислил, добавится еще возможность подключения радиодатчиков. До 32 штук. Единственное, модуль с радиодатчиками в автономном режиме сможет проработать уже не до 30 суток, а всего 36 часов. Но все равно это лучше, чем ничего. Но при выборе модуля PRO-V+, WIFI появляются еще дополнительные возможности. Благодаря WIFI вы сможете с помощью мобильного телефона управлять этим блоком. Например, с экрана своего смартфона или компьютера вы сможете увидеть уровень заряда беспроводных датчиков, в какой зоне образовалась протечка, если она образовалась. Кроме этого, с помощью блока PRO-V+, WIFI вы сможете еще и удаленно снимать показания счетчиков. Более подробно я буду рассказывать на основе модуля PRO-V+, WIFI. Покупайте этот модуль или систему на его основе со скидкой 15% по промокоду Добротехник на официальном сайте Нептун. Скидка 15% также действует на любые другие компоненты. Вот сам модуль. Это беспроводной датчик протечки. Это проводной датчик протечки. А это кран на 12 вольт. Кран на 220 вольт имеет другой цвет сервопривода. Кроме этого имеются краны из нержавеющей стали. Цвет сервопривода желтый. Открываю крышку модуля. Там схема подключения. На панели управления расписано, что символизирует цветовые сигналы и краткий план действий в случае тревоги. Чтобы задействовать резервное питание необходимо перед включением извлечь прозрачный изолятор, который установлен между батарейками. С левой стороны антенна для радиодатчиков. Для того, чтобы завести провода необходимо выкрутить два винта и поднять маленькую крышку вверх. Провода в блок можно завести снизу, если провода идут по стене. Либо сзади, если провода идут через стену, либо они идут скрыто внутри стены и потом поворачивают сам блок. Я выкрутил все винты для того, чтобы разобрать блок целиком. Разбирать его вам нет никакой необходимости. Вот я разобрал, чтобы показать, что внутри и всё. Не тратьте на это время. Там нет ничего интересного. Доступ к колодкам проводов, крепление блока и установка батареек производится просто и удобно без разборки модуля. Производитель всё предусмотрел. Когда придет пора менять батарейки в модуле, обратите внимание на то, что они на 3 вольта, а не 3,7. Визуально, что 3 вольта, что 3,7 абсолютно одинаковые, но разница в вольтах есть значительная. Вместо батареек вы, конечно же, можете вставить аккумуляторы, но знаете, что модуль не умеет заряжать аккумуляторы. Для того, чтобы завести провода снизу по стене к блоку я выломал нижнюю заглушку. Далее выкрутил удерживающую металлическую планку, к которой прижимаются провода. Завожу провод питания на 220 вольт. Заземление для этих блоков не требуется, но обязательно требуется УЗО с током утечки 30 мА. Подключаю сетевой кабель на 220 вольт. Вот в эту колодку. Фазу и ноль. Модуль одновременно может быть запитан от сети 220 вольт и 12 вольт. К модулям ПРОВИ можно подключать датчики 005 и 007. Они между собой различаются внешним видом. Датчики 007 имеют длину провода 2 метра, а 005 комплектуются проводами 5 метров, 10 или 20 метров. Если вам понадобится удлинять провода для этих датчиков, то расчетная длина провода 500 метров. 100 метров опробовано, работает, а вот 500 метров еще никому не понадобилось. С использованием двух кранов вы можете подключить до 200 проводных датчиков. Вот только представьте себе 200 датчиков. Но если вы не будете использовать краны, а модуль будете использовать как оповещатель в диспетчерском пульте, то вы сможете подключить до 375 штук. Проводные датчики герметичны и разбирать их нет никакой необходимости. Беру руководство пользователя, открываю страничку со схемой, где указаны цвета проводов куда какой подключать. Завожу провода в отверстие модуля и прикручиваю в следующем порядке. Зеленый, желтый, красный. Подключаю кран с сервоприводом на 12 вольт. Смотрю в руководство. Там все отмечено по цветам. Подключаю кран в одну из двух колодок. Красный, черный, зеленый. Кстати, все окончания проводов датчика и кранов производитель уже залудил. Если вам понадобится удлинить провод на 12 вольтовом кране, Бугатти ПРО либо Нептун ПРОФИ, в этом случае вы можете воспользоваться проводом 3х0.75. Максимальная длина провода 12 вольтового крана составляет 50 м. Если к модулям ПРОВИ вам потребуется подключать краны на 220 вольт, то в этом случае используйте блок подключения кранов. Чтобы зажать провод в колодке вам понадобится шлицевая отвертка с размером шлица не более 2,5 мм. Для удобства монтажа крана в систему вы можете воспользоваться ключиком на 8, выкрутить 4 винта и отделить сервопривод от крана. После этого закрутить кран и только потом поставить сервопривод. Сервопривод вы можете поставить в любом положении. Вот так. Вот так. Если у вас кран горизонтально, то точно так же. Обращаю ваше внимание, после того, когда вы отделили сервопривод от крана, вам ни в коем случае нельзя поворачивать вот этот флажок. И тем более не крутить за шток крана. В противном случае фазы могут не совпасть и при работе системы будет все наоборот. Вместо закрытия он будет открывать, вместо открытия он будет закрывать. Будьте внимательны. Производитель не запрещает монтировать краны сервоприводом вниз, но лично я сервоприводом вниз монтирую краны только в случае, если он находится под потолком. Ну что ж, разберем сервопривод. Здесь редуктор для передачи максимального усилия на шар от электродвигателя. Мне было важно посмотреть на шестерни привода и я разобрал этот блок целиком. Шестерни сервопривода выглядят уверенно и выполнены из металла. Когда я отсоединял краны от сервопривода, на нижней части привода вы могли видеть кнопку. Нажимая на эту кнопку поднимается одна из шестеренок и освобождается часть крутящего момента редуктора. Благодаря этому кран можно закрыть вручную за желтый флажок. Радиодатчик. Для того, чтобы активировать радиодатчик необходимо выкрутить три винта и снять крышку. Внутри установлена такая же батарейка на 3 вольта. Чтобы датчик включить достаточно просто снять прозрачный полимерный изолятор. По контуру крышки имеется эластичный уплотнитель. При сборке датчика обратите внимание на то, чтобы он был в своем пазу, а не болтался. Благодаря уплотнителю датчик водонепроницаем. Ну то есть нырять с ним в море смысла нет никакого, а чашка с водой ему не повредит. Таких датчиков к модулям Pro V Plus и Pro V Plus Wi-Fi можно подключить до 32 штук. Беспроводные датчики могут быть полезны в случае, когда вы решили установить систему локализации прочистчик в доме или в квартире, где уже сделан ремонт и проложить проводные датчики нет никакой возможности. Срок службы батарейки в датчике до 3 лет. В случае разряда батарейки в беспроводном датчике модуль Pro V Plus или Pro V Plus Wi-Fi вас об этом оповестит. Об этом будет символизировать перечеркнутый символ с батарейкой. На модуле он будет мигать. Если же он будет мигать непрерывно, то это говорит о том, что необходимо заменить батарейки в самом модуле. Если у вас модуль Pro V Wi-Fi Plus, то уровень заряда беспроводных датчиков будет отображаться еще и в приложении вашего смартфона. Радиус действия датчика составляет 50 м. Я это протестировал и получилось, что радиосигнал от датчика до модуля проходит через 3 кирпичные 40 см стены и одно бетонное перекрытие. То есть этих датчиков вполне достаточно для 100 м квартиры. Если же у вас большой дом или прям огромный замок, то в этом случае вы можете использовать роутер. Он добавляет еще длительность на 50 м. Количество роутеров не ограничено. Радиодатчики вы можете положить просто на пол или прикрутить вот за эти крепежи к полу для того, чтобы его случайно не украли или не сбили ногой. Сейчас я расскажу, что означает красный светодиод. После того, когда контактов коснулась вода, здесь загорается красный светодиод. Красный светодиод загорелся. Это значит, что датчик говорит, чувак, я отправил сигнал сюда. Если после этого он 3 раза моргнул, значит, что вот этот товарищ подтвердил, что сигнал ушел, он сигнал принял. Это значит отличнейший уровень сигнала. Если он моргнул 2 раза, значит, сигнал чуть похуже, но все еще хороший. Если он моргнул 1 раз, значит, что сигнал слабенький. Если он моргнул 0 раз после включения красного светодиода, значит, сигнал вообще не дошел и этот товарищ не отвечает. А если он не отвечает, значит, кран он не перекроет. Таким образом можно определить, хороший сигнал между радиодатчиком и модулем или так себе. Другие колодки. Первые 2 контакта в колодке это для подключения внешнего источника питания на 12 вольт. Обращаю внимание, что сила тока не должна быть более 3 ампер. При подключении внешнего источника питания на 12 вольт вы сможете подключить уже не 2 крана, а 6. Чтобы в модуль не заводить слишком много проводов от 6 кранов, воспользуйтесь распаячной коробкой, соедините все краны там и уже 2 провода выведите и подключите в модуль. Следующие 2 контакта можно использовать для подключения модуля GSM либо подключить просто выключатель. Выходя из дома вы сможете нажав на кнопку перекрыть краны в своем санузле. Далее 4 группы датчиков протечки. 3 контакта. 1 группа, 2 группа, 3 группы. 4 группа. Сюда я подключил счетчик. То есть лишние провода отрезал. Этот не задействован остается. Здесь вот подключено. Группы датчиков разнесены для того, чтобы в случае протечки вы могли сразу определить в каком месте произошла протечка. Предположим 2 датчика вы установили в ванной, 1 датчик на кухню, 1 в санузле и 1 в коллекторном шкафу. Ну и в случае протечки конечно же вы сразу определите где произошла та самая протечка. Далее идут 2 группы контактов для подключения кранов, которые могут быть расширены. Это колодка подключения реле с перекидным контактом. Это может быть нормально замкнутая, нормально разомкнутая. Использована например в случае срабатывания для отключения подающего насоса либо для подключения дренажного насоса. Я уже делал видео о том, как я подключал подобную систему в загородном доме для того, чтобы с помощью этого реле отключался насос. Кому интересно, посмотрите. Ссылка в описании. Важно! Максимальный ток нагрузки во всех блоках ProV 5 А. В моей схеме с помощью встроенного реле с блока ProV активируется контактор либо пускатель и он отключал насос. Кроме этого, если в вашей системе будет установлен гидроаккумулятор, то вам еще понадобится и шаровый кран. Обычно на гидроаккумуляторах установлены шаровый кран размером 1 дюйм и реже 3 четверти. А теперь я расскажу, как подключить к этому блоку Wi-Fi и какие функции ввиду этого у вас появятся. Работает это через облачный сервис. Вот блок, вот облако, а вот ваш смартфон или компьютер. Если вы в Питере не проблема. Здесь всегда облака и всегда будет работать через облачный сервис. Небольшая ремарка. У меня в пользовании китайский телефон, китайская торговая марка стоимостью в 20 000 рублей. И как я считаю, у него сильно отставшие от жизни частоты, наверное, USB, Bluetooth, Wi-Fi и все остальное. Но я в этом совсем не разбираюсь. Я так предполагаю. Ввиду этого с этим телефоном постоянно возникают проблемы. Если я хочу подключиться, например, к насосу Grundfus Alpha 3. Этот телефон подключиться не может. Я не могу включить сюда инспекционную камеру через USB. Она просто не работает. И точно также возникли проблемы при подключении блока Pro V Plus Wi-Fi и этого смартфона. Следовательно, если у вас тоже китайский смартфон и вам не удается подключить смартфон с блоком, то виноват не блок, а вот эта вот штука. Забегая вперед скажу, что с Apple Phone, Samsung, LG, Asus и прочими известными торговыми марками таких проблем нет. Этим страдают только китайские аппараты. Первым делом мне необходимо найти приложение и установить SST Cloud. Регистрирую себе там аккаунт и подключаюсь к местной Wi-Fi сети. Я не стал показывать, как регистрировать аккаунт и как подключаться к Wi-Fi сети, потому что мне кажется с этим может справиться абсолютно любой человек, кто дружит с гаджетами или компьютером. Просто следуйте подсказкам и у вас все получится. Теперь я включаю модуль. При первом включении у меня сейчас бегут здесь циферки 1, 2, 3, 4. Это значит, что модуль работает в сети передачи данных, то есть он не создает свою Wi-Fi сеть. Так как я его уже включал много раз, я сейчас покажу как перевести, но в целом, когда вы включите его первый раз в сеть, он будет работать в режиме точки доступа. Он будет раздавать свою Wi-Fi сеть для того, чтобы связать его с сетью, чтобы его настроить. Поэтому сейчас я что делаю? Я закрываю кран. Нажал, подержал немножечко. Кран перекрывается. После этого я нажал на кнопку закрытия. Держу. Загорелись 4 светодиода, 4 зоны. Жду примерно секунд 8 с последнего нажатия, потому что он сразу не хочет срабатывать. Нажимаю и удерживаю кнопку открытия экранов. Пикнуло раз, удерживаю. Все, длинный гудок, длинный пик. Теперь мигают диоды 4, 3, 2, 1. Это значит о том, что модуль сейчас раздает свою Wi-Fi сеть. Добавляю устройство в модуль Pro-V Wi-Fi. Теперь я должен в настройках Wi-Fi выбрать беспроводную сеть, которая раздает мой модуль. Вот он. Подключить. Жду пока подключится. Подключился. Нажимаю далее. Поиск устройства. Тип помещения можно выбрать или написать свое название. Пока назвал помещение, модуль переключился обратно в режим передачи данных. Это видно по бегущим зеленым огонькам. В этом режиме он передает показания, которые собрал. Внизу экрана всплыло сообщение с предложением переключиться на сеть с интернетом. Подтверждаю. Также внизу показывается сообщение успех. Значит, подключение прошло успешно. Выше на экране моего приложения написано, что модуль в сети не обнаружен. Для этого надо просто обновить страницу приложения, нажав вот на эту стрелочку. Когда устройство добавлено, краны начинают открываться и модуль переходит в дежурный режим. Модуль жужжит, жужжалки. Теперь с приложения я могу открыть или закрыть кран. Смотрите, вот у меня сейчас открыто. Я закрываю, нажимаю закрыть. Замочек закрылся и мой краник поехал. Кран закрылся. Здесь, как видите, горит красный индикатор. Также открываю с мобильного устройства. Нажал открыть. Сигнал пройдет с мобильника на сервер. На облако. Низ облака. Сюда базовый модуль нектун. Все, пожалуйста. Зеленый стадиод говорит о том, что кран открыт. Если нажимаю режим уборки, ведерко включил. Вот она ведерко. Чик. И там замигал стадиод. Режим уборки он просто закрывает кран. Для того, чтобы датчики, которые сработают, мне было ложной тревоги. Вот, например, датчики я замкну сейчас его пальцем. Вот он светится. Но ничего не происходит, никакой реакции. Потому что у нас прибор находится в режиме уборки. Со вторым датчиком ситуация такая же. Ничего не произойдет. Отключаю режим уборки. Нажимаю на приложение отключить. В одно касание. Все, светодиод перестал моргать. Теперь, если я замкну датчик беспроводной. Все, пожалуйста. Срабатывание аварии. Но кран он и так закрыт. Поэтому ничего не произошло. Стоп. Открыть кран. Замыкаю датчик. Беспроводной. Все, сработало. Сигнал ушел. Кран закрывается. Теперь по-быстрому пройдусь по настройкам модуля. Здесь я могу нажать. Я ушел. Я дома. Это название дома у нас. Мы его можем назвать как угодно. Потому что в одном доме у нас может быть несколько модулей. 100 модулей. Сколько угодно. Настройка уведомлений. Я отправил уведомления себе на почту и пушу уведомления на смартфон. Добавящая на всеми это мы можем добавить пользователей, которые тоже смогут управлять блоком. Мы можем давать им определенные права на управление этим блоком. Настройка никого нет дома. То есть либо ничего не делать, либо закрывать краны при расходе выше заданной нормы при условии, что мы подключили сюда счетчик. Либо закрывать краны. Это вот эта функция. Я дома. Я ушел. Настройка рабочих дней. Дата отсчета по счетчикам. Можно настроить статистика работы всей системы. Потребление воды, потребление электричества. Состояние линий. У нас беспроводной датчик 1 и задействованы две линии. Статистика. Теперь информация о быстро настройке модуля. Херак. Я первый вход делаю счетчик. Возвращаюсь обратно. Настройка счетчиков. Прежде должен подключить счетчик. Обновляю устройство. Приложение обновил. Теперь вижу, что здесь появилось табло, где будут указываться показания. В общем всю настройку я показывать не буду, а скажу лишь коротко. Напомню. На модуле есть 4 выхода. Вы можете подключить, например, 2 счетчика, 32 беспроводных датчика и проводные датчики протечки в оставшиеся 2 входа. Но вместо проводных датчиков можно подключить счетчики. То есть 4 счетчика на один модуль. Если проводные датчики можно подключать параллельно, то есть в один контакт подключить много датчиков, то счетчик только один. В зависимости от того, сколько счетчиков будет подключено, столько строк циферблата и будет отображено на вашем приложении. С беспроводными датчиками то же самое. Вы также можете видеть статистику расхода воды по дням. В целом, более подробно о настройках останавливаться смысла не вижу. Так как на эту тему уже есть видео и оно доступно по ссылке в описании. Я надеюсь это видео принесло вам пользу. На этом всё. С вами был Артём. Пока. Субтитры подогнал «Симон»